Ежегодный региональный этап российской национальной премии «Студент года» собирает в своем кругу самую талантливую молодежь области. В соревнованиях участвовали студенты средних, профессиональных и высших учебных заведений. Но в шестом премии это три номинации – «Студент года медики», «Студент года архитекторы» и «Студент года педагоги». Каждый год участники разные, но всегда запоминающиеся. Какой студент 2022 года? Талантливый. Талантливый, интересный, яркий. Есть и скромные, которым, наверное, нужно еще поработать над самопрезентацией. Есть, возможно, те, кто еще пока себя не нашел окончательно, где-то сомневающиеся. Но в большинстве своем это ребята, которые хотят добиться успеха в жизни. Это похвально. Самое главное, что, наверное, для чего нужно поступать в университет. Перед награждением студенты проходили испытания. Самопрезентация – рассказ о своих достижениях, решении кейсовых заданий. Олеся Злотникова забрала сразу две награды на премии. Она выиграла в номинации «Интеллект года», а также получила главный приз конкурса – гран-при. Следующий этап для Олеси – всероссийские соревнования. У меня исторические научные исследования в области военной истории России, а именно посвященные Великой Отечественной войне. Я представляла две свои книги, уже изданные, и серию исторических календарей. Основной концепт календарей – это 12 городов-героев, 12 месяцев года. Там проведены историко-хронологические, документальные материалы, также представлен иллюстративный материал. Помимо индивидуальных участников были и командные зачеты. Студенты из педагогического университета традиционно в лидерах. Их студенческая медиа – не просто хобби, а целая работа. Так оценивают себя конкурсантки. Наш медиа-центр «Ули» существует с 2012 года. Тогда он только развивался, а сейчас уже через 10 лет – это уже такая система, система, которая объединяет пресс-центры каждого факультета. У нас есть также свои направления. Мы постоянно развиваемся и постоянно движемся вперед. Наш медиа-центр растет. Всего в конкурсе 13 номинаций. Выбирают лучших общественников, творческую личность, профессионалов, лидерах студенческих и патриотических объединений. В этом году за звание «Студент года» боролись больше 100 ребят. Победители поедут на финал премии в Москву, который состоится в декабре.